Всем привет, вы на канале Мистер Кубик и сегодня мы рассмотрим новое, топовое оружие, которое можно будет получить с нового, опять же, рейдового босса Анкиши. Если ты не знаешь, кто такая Анкиши, то советую посмотреть предыдущее видео. Пока мы знаем, что с босса можно получить 5 видов нового оружия. Это одноручный клинок, одноручный посох, двуручный клинок, двуручный топор и щит. Чисто теоретически, возможно, что еще какое-то оружие будет, но нам об этом не сказали, или его можно будет скрафтить, пока не ясно. Но я лично думаю, что с данного РБ будут только вот эти 5 видов оружия, и далее вы поймете, почему я так думаю. Как пример, нам показали это оружие в грейде эпоха мифов, без кубов. Максимальный же ранг оружия может быть как обычно, 12 эпохи. Каждое оружие имеет свои уникальные умения, которые вы можете использовать в нужный вам момент. Правда, перед этим вам нужно будет собрать несколько стаков на нем, но не думаю, что это будет сложно сделать. А также это оружие будет иметь всем знакомые эффекты синтеза. И залезая вперед, скажу, что в эффектах синтеза почему-то не показаны основные характеристики, такие как сила, ловкость и так далее. Может это просто ошибка, а может и не ошибка. С учетом, какие эффекты синтеза есть у данного оружия, и вы в дальнейшем увидите. Если сравнивать простой урон, то данное новое оружие такое же, как и оружие с Ксанатаса, и одинаковое у них ГС. Но, если сравнить типы оружия этих двух боссов, то у них практически разные типы оружия. И, скорее всего, так и задумывалось разработчиками. Это у нас получается новое оружие с РБ Грейда Т2. И, скорее всего, подобная система, как с оружием Ксанатаса, будет и здесь, с оружием Анкиши. Если судить по переводу, то вот какие умения имеет каждая из оружий. Сюда же я и припишу эффекты синтеза, которые имеет то или иное оружие. Одноручный клинок разрушителя иллюзий. Каждый раз, когда вы наносите урон в ближнем бою, оружие накапливает силу, и когда оно достигает максимума, вы можете сделать рывок вперед на 7 метров, нанеся х единицу урона в ближнем бою противнику, попавшему под ваш рывок, при этом оставив за собой пламенную тропу длиной 7 метров на 4 секунды. Восстановление 45 секунд. И уже здесь мы можем заметить в эффектах синтеза новый параметр, как дополнительный урон умений ближнего боя. Я не отрицаю, что, может быть, я и ошибся с переводом. Но здесь есть в примерах и другие цифры, и они получаются как шанс крита, и есть другие цифры как крит урон. И также было написано про этот стат, что это тоже какой-то некий урон, только в 4,1%. И с учетом того, что здесь нет интеллекта, или силы, или ловкости, и так далее, вот этих стандартных характеристик, то вполне разумно, что это у нас будет дополнительный урон. Но, конечно, через неделю-две мы узнаем более точно. И что касательно данного умения, как по мне, это некий гибрид двух умений, которые есть в игре. Это рывок на 7 метров. Есть вроде бы умение такое, или там 7, или побольше метров, не помню. А вот вторая часть более интересная, потому что оставляет за собой пламенную тропу, и, как по мне, это, наверное, огонь. Может быть, там не оранжевый, там не типа огонь, а какой-нибудь, может, голубой или синее пламя будет. Наверное, если она и будет дамажить, то, скорее всего, заклинание будет дамажить. Но фишка в том, что у магов есть огненная стена, которая, помимо дамага, она еще и замедляет противника. Так вот, возможно, мое предположение, что это пламя у данного умения будет замедлять, что, в принципе, я думаю, милику подходит. Это мое предположение, как будет на самом деле, увидим дальше. Следующее оружие – одноручный посох разрушителя иллюзий. Каждый раз, когда вы наносите магический урон, оружие накапливает силу, и когда оно достигает максимума, вы можете нанести x единиц магического урона противнику в радиусе 20 метров. При этом ударная волна распространяется и наносит на 50% меньше урона другим вражеским целям в радиусе 3 метров. Восстановление 45 секунд. Как по мне, данное умение похоже на цепную молнию из волшебства. Только стихии то ли воды, то ли льда, не знаю, какая там у нас стихия есть, не помню. Та цепная, которая вылетает в виде водяного фаербола, взрывается в противнике и там не в большом радиусе оставляет на земле осколки. Если наступишь на них, то замораживаешь. Вот эту цепную она мне напоминает. И в принципе это нужно уже смотреть вживую, потому что сама цепная в волшебстве – это фигня. Ее никто не берет и не брал в принципе никогда. А как будет действовать данное умение уже интересно. Третье оружие – двуручный клинок разрушителя иллюзий. Каждый раз, когда вы наносите урон в ближнем бою, оружие накапливает силу и когда оно достигает максимума, вы можете игнорировать защиту противника и нанести х единиц урона в ближнем бою. При этом вы отталкиваете окружающих врагов от себя. Восстановление 45 секунд. Здесь тоже довольно спорное умение, потому что непонятно игнорирует защиту для этого умения. То есть только умение данного оружия пройдет с игнором защиты или накладывается на противника какой-то некий дебаф на несколько секунд и при этом вы бьете. Вот здесь как бы непонятно. И опять же, если данное умение требует ударить в ближнем бою противника, то в принципе, ну, можно сказать, что враги оттолкнутся и от вас, потому что вы будете с противником близко находиться. И получается и противник, что ли, оттолкнется от вас. Тоже вот как бы нюанс. Если это некий дебаф, то получается можно на расстоянии как-то от противника его же союзников отталкивать. То есть немного непонятно, как будет это работать, потому что в разных ситуациях это будет выглядеть по-иному. Четвертое предпоследнее оружие – это двуручный топор разрушителя иллюзий. Каждый раз, когда вы наносите уроны в ближнем бою, оружие накапливает силу и когда оно достигает максимума, вы можете атаковать противника и нанести x единиц урона в ближнем бою. При этом вы вынуждаете противника атаковать вас в течение 6 секунд. Восстановление 45 секунд. И здесь я больше всего не уверен в переводе. Хочу вам сразу сказать, потому что по переводу он какую-то метку накладывает. Стигма ярости называется. Ну, по переводу опять же. Но как-то странно. Стигма какую-то метку накладывает, типа увеличенный урон потом. Но я подумал, что это провокация, потому что по логике, по смыслу перевода она подходит. Тем более, если и провокация будет ослаблять противника, то тем более она подходит по смыслу перевода. И последнее оружие – это щит разрушителя иллюзий. Каждый раз, когда вы получаете магический урон, оружие накапливает силу и когда оно достигает максимума, вы в радиусе 10 метров можете наложить щит на 15-х союзников, включая себя, который поглощает некоторое количество урона в течение 10 секунд. В установлении – 45 секунд. Это тоже, как и четвертое умение, довольно специфическое, потому что понять его не так уж легко. Может быть, это не 15 союзников? Так же, да? Сразу намекаю, чтобы вы прям не говорили, «Нихрена себе, какая классная вещь! Я хочу этот щит! Дайте мне его!» Может быть, не 15 союзников. Я так немного охлажу ваш пыл. Но, как по мне, это все же является 15 союзников, потому что в переводе было сказано, что про союзников ты можешь защитить. Смысл получается данного умения – это во время стяжки ты можешь заюзать данное умение и помочь выжить твоему союзнику. Так что пока что у нас получаются вот такие умения. Пишите в комментариях свои мысли, мнения насчет всех этих изменений. Как вам данное новое оружие санкиши? Не забываем прожимать лайки видео и подписаться на канал, чтобы ничего не пропускать. А на этом пока что все. Всем до завтра.